Мы откроем 1 Фессалоникийцам и читаем из 4 главы 2 стиха, 3 и 4. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 3 и 4 стих. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блюда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Братья, сестры, сегодня наша тема будет освящение. По-немецки Heiligung или по-английски Sanctification и по-испански Sanctification. Освящение. Если Господь даст и живы будем, завтра будем продолжать эту лекцию. В 5 часов на Зоннебергстрассе. Там будет завтра в 5 часов. Так что придите туда. И у Сея мы говорим welcome или по-немецки willkommen. Все. С недели мы тоже будем иметь лекции. Не знаю сколько дней. Ну, начнем с понедельника. Так же можете все присутствовать. Хотя мы будем иметь в главном для братьев проповедующих. Но кто желаетесь сестер, вы можете быть. С недели. Еще одну неделю мы будем иметь, уже третью неделю лекции. Сегодня лекция об освящении. И говорю завтра будем продолжать ее. Если будет нужным, будем дальше идти на эту тему. Это очень важная тема. Если я скажу, я хочу быть пророком или чудотворцем, то здесь является еще вопрос. А есть ли в этом воля Божья? Но Слово Божье говорит нам, что воля Божья есть освящение наше. Или ваше, ну, наше. Слава Богу. В этом есть воля Божья. Что такое освящение? Освящение такое качество, которое делает людей святейшими, чем они есть. Это не говорит, что мы, например, ставим семья святейшими, но, но. Завтра я буду говорить о средствах освящения. Вы понимаете это слово средства? Чем мы освящаемся? Что нас освящает? Это будет завтра. Но сегодня я говорю как вступление. Я буду говорить о подходе к освящению. И также первый шаг к освящению. То, что нам нужно. Освящение, это есть главная тема, главное, что нужно в жизни христианина. Я говорю для того, кто спасенный, кто знает Господа, кто пришел к Господу. Почему это главное? Я прочитаю почему. Читаем мы из 22 главы откровения, с 10 стиха и 11 стих. И сказал мне, не запечатывай слово, пророчество книги сей, и во время близко. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще скверится. Праведный же, праведный да творит правду еще. И святый да освящается еще. И если какая книга в Библии говорит о последних днях, то книга откровения говорит об этом. И именно стихи, которые я прочитал, они являются одними из последних в Библии. И почтить, что этими словами заканчивается Библия. Говорит святый да освящается еще. Аминь. Братья, это относится к святым. Не грешникам. Ну, я об этом после скажу. Главнейшая часть жизни и служения христианина. Мы тут теперь рассмотрим подход к освящению. Подход к дому, или вот сюда на платформу есть ступеньки. И к освящению есть подход. И правильный подход. Читаем мы в Исаии в 6 главе 5 стих. Говорит человек, не человек улицы, но пророк Божий, муж Божий. Говорит, когда увидел славу Божию, я человек нечистый и с нечистыми устами. И эти слова, я говорю, не человека улицы, но человека Божия. Братья, сестры, я прошу вашего внимания. Чем ближе человек к Богу, тем больше он видит свое ничтожество. Слава Богу. Аминь. Чем больше света, тем больше мы видим недостатка, своих недостатков в том свете. Это один муж Божий сказал. Второй муж. Иоус 42, 6. Когда увидел Господа, увидел славу Его, Господь начал говорить Ему. Он говорит, я каюсь и отрекаюсь. Ложу пальцы на устами. Закрываю устами. Святой, праведный муж Божий. Апостол Павел, величайший проповедник Евангелия, Римлян 7,24, говорит, в русской написано, бедный я человек. В украинском языке написано, окаянный я человек. Окаянный я человек. Это подход. И, следуя Слово Божие, мы находим, что самые большие враги Божьи всегда были и есть самоправедные люди. Всегда. Человек высокого мнения о себе не есть кандидатом к освящению. Но только смиренный кроток, который согласен видеть свои недостатки и видеть их, приходит, он имеет нужду освящаться. Халилюя, слава Богу. Святый да освящается еще. Это повеление Божие тебе, брат, и мне, брат, и тебе, сестра. Слава Иисусу. В этом есть воля Божия. Дорогие, перед наполнением всегда идет выпорожнение, и перед освящением идет очищение. Мы читаем, все, что соединяет нас с Богом, находится во Христе. 1 Коринфян 1,30. Во свете Божьего откровения мы видим безгрешную личность, личность Иисуса Христа и нашу нужду в Нем. 1 Коринфян 1,30. 1 Коринфян 1,30. Разница между оправданием и освящением. Оправдание нужно грешнику. Грешник виновен. Вы знаете, мы пришли с виною. Вы знаете, что такое вина? По-немецки «schuld», по-английски «gilt», по-испански «culpa». Вина – это ужасное дело. Я видел людей лично сам, людей виновных. В Америке я проповедовал в одной церкви, это было Саут Ривер, Нью-Джорджи. Брат Эдвин тоже там проповедовал. Однажды я проповедую, и под конец собрания уже заканчивать, и я имел призывать людей. Ходит мужчина, здоровый мужчина, встал у дверях и дал знак, рукой хочет что-то сказать. Но так как я уже заканчивал, я не обратил якобы внимания на это, кончил, тогда делал призыв. И он вышел. Пришел наперед, к алтарю, и просит молиться за него. Брат Пресвитер, молодой брат и я, мы подошли, прикладили колени, помолились за него, молимся. Кое-что ему сказали. Он сам родом из белорусов, но американец, в Америке рожден. Ломано по-русски еще говорит. Потом говорит мне, в ухо, снимите с меня вину. Снимите вину с меня. Но я ему что мог, сказал, что помолились. Вы знаете, он начал плакать. Говорит мне в ухо, я был во Вьетнаме, я убивал людей, я убивал детей. Рыдает, снимите с меня вину. Я говорю, мы не можем снять вину, Христос может снять. Мы еще помолились. Тогда он говорит нам, если вы не снимите с меня вину, я вас сейчас постреляю. Пресвитера и меня. В Америке это я переживал. Знаете? Братя, ужасное дело иметь вину. Человек с виной приходит. Конечно, один больше, другой меньше. Но все мы были виновны. Все мы виновны. Правда? Когда мы пришли ко Христу, Он снял с нас вину. Слава Ему. Я вам говорил, у нас в Канаде одна женщина уверовала, она украинка была. И была, я не знаю, но, я думаю, около ста килограмм весила. Когда она уверовала, здоровая, большая женщина, уверовала, на следующий день она чувствовалась такой легкой, что вставала десять раз на весы. Знаете? Важится. А весы показывают тот самый вес. И она не могла понять, почему она такая легкая. Иисус снял вину греха. Слава Ему. Иисус снял бремя греха. Я, дорогие, иметь на себе вину, ужас. Я видел людей. Я видел людей. Ночевал я однажды в немецкой семье в Германии. И хозяйка, у нее муж был русский, из пленных остался. Лона наговорила по-русски. Говорит, у меня был Иван, рабочий, из Украины. И вот мы, когда садимся кушать, он кушает с нами. И потом вдруг берет вилку, ложку, нож, кучу. И так смотрит в одно место. И несколько так минут. Или же на работе в поле. То самое я заметила. И спрашиваю. Иван, ты не есть ненормальный, но что с тобой есть? И он долго не говорил. А потом сказал. Знаешь, говорит, когда к нам немцы пришли на Украину. И говорит, однажды я был в лесу. И я увидел там группу людей, которые прятались в кустах. Говорит, я пошел к немцам и сказал, что там партизаны. Немцы пошли, половили их и повешали. Я видел, говорит, как эти конвульсии. Знаете, когда человек повешен? Конвульсии. И эти конвульсии от времени до времени я вижу перед очами. Ужас иметь вину. Ужас. Но, дорогие, мы имеем хорошую новость. Христос снимает вину и оправдывает. Слава Ему. Слава Ему. Если я этого не делал или ты не делал, то это не значит, что мы невиновны. Мы все были виновны. Мы все во грехах рождены. Все. Все в беззаконии зачаты. Все. Но Христос пришел у всех оправдать. Слава Ему за это. Поэтому все человечество нуждается во Христе. Все. Как я вам упоминал уже. Мистер Косыгин, когда заболел смертельно, он просил Евангелие. Не марксизм, не ленинизм. Евангелие. Но вы знаете, можно только сказать по-немецки. Цюшпет. Почему ты так долго ждал? Почему? Нужно было раньше. Блаженны те, которые сразу в жизни начали искать Евангелие. Хвала Господу, что это можно. Благословено имя Божие. Поэтому разница между оправданием и освящением. Оправдание нужно грешнику. Освящение нужно спасенному человеку. Оправдание касается прошедшего. Освящение настоящего и будущего. Но оправдание есть актом Божьего милосердия. Освящение есть процессом возрастания в благодати. Амин. Мы возрастаем в благодати и освящаемся Господом. Как я вам упомянул, завтра я буду говорить о средствах освящения. Первое Петра, читаем один. Первое Петра, один, четырнадцать по шестнадцать. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но по примеру призвавшего вас, святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Аллилуйя. Потому что я свят. Так написано. Святость есть качество Божие. Он есть свят. Спасение касается души человека. Спасение. Освящение касается всего человека. Первое Фессалоники, 5.23. Души, духа и тела. Хвала Богу. Так есть. Поэтому я говорю и выступаю против, сто процентов против, сегодняшней теории, что Бог смотрит только на сердце. Да, Он смотрит на сердце, потому что далеко. Его никто не видит. Если бы сердце было на лбу, люди бы так не оправдывали себя. Понимаете? Что, мол, Бог только на сердце смотрит. Да, это правильно. Но это часть. Бог смотрит на сердце, но Он видит, что делает и плоть наша, и тело наше. Он видит и знает, куда мои глаза смотрят, куда мои ноги ходят, когда никто не видит, и что мои руки делают, и что мой язык говорит. Он все видит. И Он хочет и требует от Своих детей, не от грешников, но от детей Божих, чтобы дух, душа и тело были освящены во всей полноте. Слава Ему. И до пришествия Христа. Амин, братья. То Ивангелие. То Ивангелие. Я говорю к церкви сегодня. Я говорю ко святым. Апостол Павел пишет святым. Филиппийцам, колоссианам, галатам и так дальше. И пишет, адресует свое послание или письмо святым. Есть много людей в наши дни, религиозные люди. Они верят во святых мертвых. Я не раз, когда читаю это, спрашиваю публике. Говорю, каким святым апостол Павел писал? Живим или мертвым? Отвечайте. Конечно, живым. Правда? А живым? Живым, конечно, живым. Но есть люди, которые не верят, что есть святые живые. Мертвые живые, это святые. Но Павел писал послание или письмо святым живым. И я вам скажу секрет. Я приехал у Бревен ко святым. Амин. Нет. Я имею братьев здесь, друзей, сестер, святые во Христе. Я к ним приехал. Амин. Есть люди на земле святые, живые святые. Нет. Грешник имеет дело со спасителем. Спасенные же имеют дело также и с первосвященником. Читаем мы евреям восемь. Евреям восемь. Один по шесть. Главное же в том, о чем говорим, есть тот, мы имеем такого первосвященника, который воссел одеснует престола величия на небесах. И есть священодействователь, святилища искини истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставлен или поставляется для приношения даров и жертв. А потому нужно было, чтобы Исей, то есть Иисус, также имел, что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником. Потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары. Которые служат образу и тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скини, смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Галилюя! Слава Иисусу! Читаем мы, 12 глава. Это уже послание евреям 12, 22 по 24. Такие слова. Но вы приступили к горе Сиону, и к ограду Бога Живого, и небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судье всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета, Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Читаем из 9 главы 15 стих этого же послания евреям 9, 15. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование. Читаем из 10 главы 19 стих по 23. Из 10, 19 по 23. Итак, братья, имея дерзновение, выходить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плод Свою, и имея великого священника на Дома Божьем, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистивший сердца от порочной совести и омывший тело водой чистой. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Слава Ему! Процесс освящения тесно повязан с сердечным намерением угодить Господу. Душа, которая жаждет стремиться угодить Господу, о нас стремиться и к освящению. Итак, возвращаемся назад. Освящение есть в воле Божьей, как мы читали. Братья, сестры, первым шагом я сказал, что подход к освящению есть унижение пред Богом, как я упоминал трех мужей. Исаию, Иова и апостола Павла. Теперь, первым шагом к освящению есть отделение от мира. Слышите? Первый шаг. И это тот шаг, который обязаны делать мы. Бог вместо нас не сделает. Как я сказал, завтра я буду говорить о средствах освящения, которые Бог дает и Бог делает. Бог освящает. Но, первый шаг к освящению есть отделение. Отделение от мира. Слышите? Особенно молодые. Хотя сегодня многих, которые, может быть, еще не членами, их нет. Но к молодежи нужно это говорить. Бог требует освящения и от стариков, и также и от молодых. Почему? Бог говорит будьте святы, потому что я свят. И снова говорит без святости никто не увидит Господа. Правда? Так написано. Поэтому, дорогие, нам необходимо, нужно освящение. И первый шаг к этому отделение от деления, от мира. Бог должен взять нас в свой удел. И я люблю это выражение в немецком языке. вершин, sein eigentum. Sein eigentum zu sein. Быть, быть взятым в удел. Мы его удел. Мы Божья собственность. Амен? Yes. Мы принадлежим Иисусу. Мы поем песню «Я счастлив принадлежу Иисусу». Да, дорогие? Мы его собственность. Собственность Божья. Он взял нас в себе в удел. Как Петр говорит в первом послании 2.9. Священство святое и так дальше. Об этом я завтра буду говорить. Слово «церковь» или же немцы говорят «гемайнде». Мы говорим «чурч». Или оригинале по-гречески называется «экклезия». По-испански называется «иглэсия». По-гречески «экклезия». Слово «экклезия» это отделенный народ. Понимаете? Отделенный от мира народ. После вошло кирхе гебойде или здание. Но в оригинале церковь есть «экклезия». Отделенный для Бога народ, о чем Петр говорит «вы священство святое». Народ взятый в удел. Галилюя! Слава Богу! И Бог обязан или должен взять на свое дело. Отделение или отделенные сосуды в скинии мы читаем в Старом Завете, которые прообразом или скиния прообразом церкви. Там сосуды были из золота, серебра, также были из иных металлов, из глины были и деревянные всякие. Я говорю, что те сосуды, которые были в скинии или в храме, с соломоном, как мы называем, допустим, были из золота, у золотя не было никакой святости. С такого самого золота женщины имели ожерелья или серги, или кольца и так дальше. Такое самое золото. У золотя не было святости. Но как только те сосуды были отделены для служения в храме, они стали святые. Слава Богу. Амин. И никто не имел права делать с ними что хочет. Царь Вавилонский думал, что он может делать. Взял эти сосуды и пил из них перед своими идолами. И сразу явилась рука суда Божия на стене и изрекла ему суд за это. Мы знаем, правда? Даниил говорит, так что, дорогие, мы храм Бога живого. Апостол Павел говорит Бог взял нас в дел и сделал нас своим храмом, в который он поселился Духом Святым. И мы не имеем права взять этот храм или храмину и посылать куда нам нравится. Но, абсолютно но, посему Павел говорит, что я обнуждываю свое тело. тело Павлова любило то самое, что и наше. То, что нам сладко, ему было сладко, что нам горько, и ему было горько. Но, говорит, я его обнуждываю, мы можем позволить своему телу, и оно будет делать, что хочет. Пойдет, куда хочет. Но, дорогие, слава Богу, что есть внутренний человек, рожденный Духом Святым, он влечет нас сюда. Слава ему. Амин. Благословен имя Божие. Мы имеем очень важную тему. И далее говорит, чтобы вы воздерживались, после чего, когда Бог взял и сделал нас храмом, чтобы воздерживались от всякого рода зла. Чтобы церковь была свята и непорочна, как написано в Ефесянам 5,27. Христос искупил нас себе. Мы стали Его собственностью, храма Бога живого. Мы не свои. Аллилуйя. Дальше. Следующий пункт. Искупление имеет тройное значение. Христос искупил нас. Мы были проданы греху, проданы неправде, проданы беззаконию. Христос на Голгохе искупил нас. И искупление имеет тройное значение. Не одно, но трое. И я их разъяснил. Первое. От чего? Для чего? И до чего? Или к чему? От чего? Первое. От власти сатаны. Христос искупил нас. Для чего? Для кого? Для Бога и Его славы. И к чему? К блаженной надежде. Аллилуйя. Мы искуплены к блаженной надежде. И в надежде ожидаем, когда жених явится на облаках и возьмет своих к себе искупленных своих. Слава ему. Братья, сестры, помните, Христос говорит много раз, иду как вор, как вор. Помните, что вор не приходит, чтобы забрать мушор. Но вор не приходит забирать гарбич, мы говорим, по-гличски, или мушор. Он приходит самое драгоценное забрать. И самое драгоценное, что в этом мире есть, это народ, который искуплен драгоценную кровью Христа, который запечатлен драгоценную печатью Духа Святого. Слава Богу. Аминь. За этим Христос придет. Слава Ему. И в этом никакой подделки никто не сделает. Никто. Потому что дом носит образ того, кто в нем живет. Он живет. Главная суть освящения заключается в том, что Бог хочет употребить сосуды для своей славы. Вы знаете, что есть сосуды гнева, написано. Но Бог предназначил нас не на гнев, но чтобы прославилось имя Его в нас и через нас. Слава Ему. Я сказал, от чего, для чего и к чему. От власти сатаны для Бога Его славы и блаженной надежи. Благословено имя Божие. Говорит нам, и кто будет чист от всего, тот будет благопотребный владыки на всякое доброе дело. Не все золотые сосуды, не все серебрные и не все здравоценные камни. Есть и глиняные. Даже Павел говорит, что то сокровище, которое Христос нам дал, оно хранимо в глиняных сосудах. Это наши тела. Глиняные может разбиться. Но, я говорю, не все сосуды золотые, но должны быть чистые. Слышите? Чистые. Чистые сосуды Бог употребляет. Слава Ему. Понятно? Чистые. Посему, братья, нам нужно освящение. Хвала Господу. Не устали еще служать? Ну, хорошо. Благодарю вас. Я? Читаем этиту. Вторая глава. Я знаю это почти что на память, но лучше я его прочитаю. Вторая глава, 11 стих по 14. Ибо явилась благодать Божья спасительная для всех человеков. Для всех. Научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечистые и мирские похоти, целомудренно или же здравомышленно праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Благодать оправдывает, спасает. Для чего? Тут написано для чего? Чтобы мы жили праведно и благочестиво в нынешнем веке. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Хвала Богу. Амин. Чувствуя это, братья, мы стараемся участвовать во всяком добром деле. Не потому, что мы хороши, но, не потому, что мы хотим показаться, но, но потому, что Бог избрал нас на то. Слава Ему! Слава Ему! И через нас Бог это делает. Через нас Бог спасает. Христос совершил спасение, мы проповедуем Евангелие спасение. Также, где нужна помощь, мы стараемся участвовать во всяком добром деле. Христос это сделал, и Он требует от нас. Слава Ему! Не унывайте, братья! Павел говорит, о чем я упоминал, кажется, вчера, труд ваш не напрасен или не чтетен перед Богом. Все там записано. Слава Ему! Мы говорим, мы делаем для Бога, но мы делаем для себя. Все идет туда, в наше конто, и никто его там не заберет. Слава Богу! Поэтому Христос сказал, что мы влагали туда, где моль не съедает, где воры не крадут. Правда? Туда, в тот небесный банк. Хвала Господу! Бог избрал нас, Христос нас избрал во святи. Дорогие, время мое подходит. Святая жизнь есть жизнь, жизнь, хождение во свете высокой цены нашего искупления. Часто молодые, ты знаешь, сколько я имею искушений? Ты знаешь, я не могу жить свято, и так далее, и так далее. Дорогие, если ты оценишь правильно цену твоего искупления, то будешь ходить правильно. Слава Богу! Точно есть! Точно! Это натурально! Натурально! Если я имею на себе одежду дешевую, я не смотрю, где я сел. Но если, конечно, я не имею таких костюмов по 300-500 долларов, но они есть, но я не имею. Но прежде, чем сядет человек в таком костюме, он посмотрит, где садится. Правда, нет? Так есть! Так есть! Мы были в субботу на бракосочетании, и я видел, как невеста садилась. Вы знаете, почему? Потому что ее одежда, облачение было белое, и она посмотрела вокруг, где садится. Знаете? Ну, если в рабочем, то можно где попало сесть. Так оно бывает. Есть! Но говорю, когда мы ходим во свете высокой цены нашего искупления, тогда мы смотрим, мы оцениваем то. Есть! Поэтому мы ежемесячно имеем вспоминания смерти Христовой. Мы напоминаем себе, как дорого Он нам нас искупил. Правда? И я люблю, дорогие, во время, во время, когда братья носят хлеб и чашу, когда Бог посылает в наши сердца дух умиления, мы плачем, мы сокрушаемся, и невидимый Христос присутствует с нами. Слава Ему! Аминь! Да, дорогие! Тот, кто высоко оценит цену искупления, тот знает, как брат упомянул, почему местные люди и наши дети уже, они не могут понять, ну, почему папа всегда деньги имеет? И он не работает, но у него есть. Они зарабатывают астрономические цифры и в них нет. Вы знаете, почему? Оно им легко достается, легко и выходит. Правда? Но мы пережили, мы пережили трудности. Мы знаем, что такое хлеб на столе, мы знаем, что такое и деньги, знаете? И когда мы с рассуждением все делаем, я не говорю за скупость, но оно будет. Слава Богу, будет. Нужно рассудку. Но знаете, молодежь особенно, как в Германии, так и в нас, они, так, оно легко пришло, легко и ушло. Но когда ты постился и молился, и искал, может быть, годами или месяцами крещения Духом Святым и потом получил, то будешь ценить. Правда? Будешь ценить. Так есть. Я знаю, братья, я носил рубашку, пока она порвется. У нас не было так, как здесь. Каждый день можешь менять. Знаете, рубашку, если получил, как брат некуда говорить, я помню, когда первый раз я заработал себе на рубашку. Мальчик он был. Знаете, заработал, то ценил ту рубашку. Правда? А сегодня порвал штаны или рубашку и еще смеется. У нас так не было. Знаете, так не было. Так же кусочком хлеба мы дорожили. Сегодня больше не дорожат. Я говорю на западе. Но придет время, я буду дорожить. Что придет время. Йеп. Святая жизнь есть жизнь хождение во свете высокой цены нашего искупления. Кто правильно оценит эту цену, тот будет жить свято. Галилюя. И, братья, сестры, мое время уже подошло. Главное освящение, как я упомянул, почему оно нужно? Бог хочет употребить сосуды чести, чистые. Понимаете? И быть есть великая привилегия быть употребляемым Богом. Святым Богом. Слава Богу. Вы помните? Я буду заканчивать. Когда перед Пасхой, первая Пасха, Иисус сделал. Я видел в ваших домах у некоторых есть тайна вечеря, где Иисус с учениками вечерю совершает. Перед этим Иисус хотел совершить Пасху. Посылает двоих, двоих из учеников, поедите к такому-то. Назвал там его. Говорит, и там у него привязанный осленок, вы отвяжите его и приведите ко мне. И если спросят, то скажите им, спросят, зачем вы отвязываете осленка, скажите им, что он надобен Господу. Братья, сестра, если осленок был надобен Господу, то тем более Димитрий или Валдемар, или кто-либо из вас. Слава Богу. Мы надобны Господу. Он хочет через нас прославиться. Но раньше очистить, освятить, и тогда употребить нас. Слава Ему. Это наша честь. Быть употребляемым Богом. Слава Ему. Быть употребляемым Богом. Поэтому нужно освящение. Мы читаем, когда Господь в Старом Завете даже хотел явить свою славу, был приказ народу освятитесь. Аминь. Освятитесь. Когда народ освятился, Бог являл свою славу. Завтра я продолжаю. Пять часов, не забудьте. Все герцлих великолепно. Але. На Зоннеберг страста. Я. Приди туда. Будем продолжать. Если не кончим, завтра будем далее идти. Хорошо? И воскресенье утром я буду там на Зоннеберг страста. На вечер я не знаю точно. Пойдем на колени, братья, и скажем Иисусу, как мы Его любим. Хорошо? Хорошо?